Итоги уходящей пятницы подводят наши корреспонденты. Я Максим Кембель. Смотрите сейчас. Зимний режим. Бобруйская теплоэнергетика готова к заморозкам. Персонал у нас грамотный, обученный, готов к аварийным ситуациям. Сколько заменили километров тепловых сетей. Уму непостижимо. В Могилевской области задержан отец-педофил. Не подозревал, что о его сексуальных пристрастиях станет известно родственникам. Как такое возможно? Праздник к нам приходит. В Бобруйске пройдет театрализованное шествие Дедов Морозов и Снегурочек. Я приглашаю всех жителей города Бобруйска, всех гостей на праздничную новогоднюю елку. Когда зажгутся огни. А также вступительная компания, семейный капитал и васильковые поля. В Беларуси появится интерактивная карта охраняемых природных территорий, что таит край озер и лесов. Равные возможности для получения образования. Президент провел совещание по вопросам вступительной кампании. Александр Лукашенко подчеркнул, главная задача – обеспечить молодежи широкие перспективы для развития. При этом поступление в вузы не должно быть лотереей для отдельных абитуриентов. Для этого проводились общественные обсуждения, опрос педагогов и родителей. Как отметил глава государства, важно, чтобы результаты не подгонялись под мнение министерства. Мной была поставлена администрацией президента и Минобразованию одна конкретная задача. Дополнительно проработать изложенные в обновленных кодексе об образовании и правилах приема подходы к организации итоговой аттестации за курс средней школы и проведению вступительной кампании в вузы. Мы взяли паузу, потому что решения этого не было, чтобы серьезно обдумать, правильно ли поступаем, отвечают ли наши подходы и в какой мере моему ключевому требованию увидеть каждого абитуриента. Президент акцентировал, постоянные реформирования и совершенствования должны быть прекращены. Исключение учебники. Их необходимо улучшать, писать новые, старые, модернизировать. Со следующего года школьники будут сдавать два централизованных экзамена. Русский или белорусский язык плюс один предмет на выбор. Для вузов нужен дополнительный этап ЦТ. Будет учтен и бал аттестата. Шокирующая история. В Могилевской области жертвами отца педофила стали девочки 11 и 3 лет. Насильственные действия он совершал с 2015-го. Каждый раз в состоянии алкогольного опьянения. Позже переехал в одну из арабских стран с новой семьей. У пары родилась дочь. С 3-х лет мужчина взращивал у нее интерес к кентинным отношениям. Фотографировал в обнаженном виде и рассылал снимки в закрытые группы в одном из мессенджеров. В стране, где в последнее время проживал растлитель со своей младшей дочерью, за подобное преступление, совершенное в отношении малолетних, предусмотрена высшая мера наказания. Смертная казнь. Боязнь потерять жизнь заставила педофила переехать в Беларусь, где у него оставалась недвижимость. Однако он не подозревал, что о его сексуальных пристрастиях станет известно родственникам. Близки незамедлительно сообщили в милицию. Растлителю предъявлено обвинение, он заключен под стражу. С начала года в Беларуси от действий сексуального характера пострадали уже более 800 детей. Государственная поддержка белорусской меркурии и непревзойденный вкус. Экспорт молочки в этом году вырос на 30%. Какая продукция в топе у китайцев? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В Беларуси со следующего года увеличится размер семейного капитала. Общая сумма составит 30 336 рублей. Такими выплатами, по оценкам специалистов, воспользуются без малого 14 тысяч многодетных. На эти цели предусмотрено 429 миллионов рублей. В основном средства идут на улучшение жилищных условий. Экспорт белорусской молочки в этом году вырос на 30%. Ежегодно производится почти в 4 раза больше продукции, чем требуется населению. Остатки продаются за рубеж. География поставок – 50 стран. Один из наиболее активно развивающихся рынков – Китай. Там увеличивается потребление отечественного масла, мороженого и сыров. Маску Пава осваивает производство машин скорой помощи. Все тонкости, планировки и комплектации согласованы с Минздравом. Система выдвижения кислородных баллонов позволяет оперативно произвести замену. Между кабиной и салоном установлена герметичная перегородка. Первую партию поставят до конца года. Белавиа запустила рейсы из Минска в Дубай и обратно по понедельникам и четвергам. Время полета ориентировочно – 7,5 часов. Продолжаются отправления также и в Шарджу. С 13 декабря в расписании появятся дополнительные даты в Туркменистан. Сейчас можно добраться до страны раз в две недели. В Беларуси в 2023 появится интерактивная карта всех особо охраняемых природных территорий республиканского и местного значения. Минприрода обещает, что программа особенно понравится туристам. Ее дополнят фотографии малоизвестных мест, которые стоит посетить. Запустить проект планируют уже в следующем году. Партнерство без границ. В преддверии Дня инвалидов в Бобруске прошел второй региональный инклюзивный форум. Люди с ограниченными возможностями здоровья и безграничной силой духа собрались во дворце Эскуд для того, чтобы обсудить их участие в решении значимых задач города. На повестке дня – вопросы профориентации и трудоустройства, доступности административных и культурных объектов. Прозвучали частные проблемы. Говорили о предоставлении общежития, обслуживании электроподъемникового дома и развитии услуги социального такси. Общественным организациям очень тяжело в одиночку решать эти проблемы. Как говорится, один в поле не воин. Объединимся, объединим наши усилия, наши действия. Наша работа выйдет на более качественный уровень. С каждым годом город совершенствуется. И в плане доступности для людей с инвалидностью разной формы. Если раньше обращали внимание только, допустим, на людей в инвалидных колясках, то сейчас делаются дорожки и для слабовиджащих. В Бобруйске проживают более 9 тысяч людей с инвалидностью. В городе реализуются несколько госпрограмм, нацеленных на улучшение качества жизни. Работают реабилитационные учреждения. Оказывается, содействие в трудоустройстве. Предусмотрены пенсии, пособия, бесплатная адресная помощь, обеспечение медикаментами и широкий комплекс социальных услуг. Холода не страшны. Бобруйская теплоэнергетика готова к морозной зиме. Только в этом году заменили 9,5 километров тепловых сетей. Провели гидравлические испытания трубопроводов, проверили оборудование и сделали ремонт. Заготовили более 5000 кубометров дров и еще больше щепы. Открыли новые котельные. Подробности у Татьяны Горбыч. Когда за окном белым-бело, а столбик термометра стремительно ползет вниз, мы все больше начинаем ценить домашний уют. Грядущим морозом сотрудники теплоэнергетики подготовились основательно. В этом году заменили 9,5 километров сетей. В планах на следующий – еще 10. Мы провели гидравлическое испытание тепловых сетей. С нами было произведено гидравлика на 153 километра сетей. Поэтому сети у нас в исправном состоянии, мы готовы к отопительному сезону. Также мы ведем постоянную профилактику этих сетей, ведем контроль. Готовиться к отопительному сезону специалисты начали еще летом. Все 17 городских котельных получили паспорта готовности. Среди них и та, что на Орловского. Объект введен в эксплуатацию в сентябре. Оборудование самое современное, высокотехнологичное и энергоэффективное. Работает полностью в автоматическом режиме. Контроль раз в сутки. Отапливает 11 жилых домов и 2 детских сада. Произведена модернизация схемы теплоснабжения района от котельной мясокомбинат. Жилые дома, ранее подключенные к ликвидированным центральным тепловым пунктам, переподключены к новому теплоисточнику. Ожидаемый годовой экономический эффект от реализации проекта составит 179 тонн условного топлива. А эта котельная на Кирово работает на местных видах топлива. В основном здесь используют щепу. Это позволяет снизить зависимость от газа и повысить рентабельность. Себестоимость одной килокалории на 20% меньше. Оборудование надежное белорусского производства. Принцип действия прост, как у большого самовара. Циркуляция горячей воды обеспечивает тепло. Весь процесс под контролем всего одного диспетчера. Наличие три котла. Два котла используем летом. Есть котел СН-200. Запускаем его при морозе где-то в минус 15 градусов. Персонал у нас грамотный, обученный, готов к аварийным ситуациям. Заменена вся трасса на ПИТ-рубу. Определен и порядок действий в случае ЧАЭС, которые могут случиться из-за резкого понижения температуры. Сигналы о происшествиях поступают в диспетчерскую. Аварийная бригада приезжает в течение 20 минут. Сообщить о проблеме можно по телефону 78-94-01 или по короткому номеру 115. Татьяна Горбач, Дмитрий Шевцов, Бобруйск-360. В ожидании волшебства в Бобруйске пройдет централизованное шествие Дедов Морозов и Снегурочек. Новогодний парад запланирован на 17 декабря. Маршрут – социалистическая Максима Горького. Колонна из нескольких десятков сказочных персонажей начнет движение в 16.00 от театра драмы и комедии. Завершит на площади Ленина. Сопровождать героев будет украшенная техника. Я приглашаю всех жителей города Бобруйска, всех гостей на праздничную новогоднюю елку. Новогодние чудеса на площадь имени Ленина. Все будет очень красиво, зажигательно, увлекательно для детей и жителей города Бобруйска. Торжественная церемония заживания дней на главной елке начнется в 17.15. Высота праздничного символа больше 28 метров. Кстати, украшения в этом году будут новые. Здесь же появился каток, а вскоре над ним засияет звездное небо. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok